Всем привет, друзья! С вами Эрнесто, и сегодня вы увидите самый честный обзор хэллоуинского обновления, которое вышло утром на Аризоне. Я выделил самые крупные и интересные пункты. Ну, а то, что было введено уже по мелочи, там всякие видоизменения в организациях, всякие команды и так далее, вы сможете уже подробнее прочитать в посте в группе Аризоны, или же посмотрев полный видеоролик обновления. Не забывайте поставить палец вверх, для меня это служит огромной поддержкой, и, конечно же, не забывайте подписаться на мой канал, потому что я иду к цели 70 тысяч подписчиков, и без вашей помощи мне не справиться. Желаю приятного просмотра, и погнали! Я зашел на сервер, обнова наконец-таки уже вышла на всех серверах. Сейчас онлайн на сервере 435 человек, x4 Payday, кстати, будет какое-то время, и 6 утра сейчас, значит, у меня. Это очень рано, но куда деваться, я хочу затестить эту обнову. Поэтому сейчас прописываем GPS быстренько, и здесь праздник Хэллоуин. Сразу выбираем праздничную площадь, и давайте сейчас туда-то пахнемся. О, привет, 30 фпс! Так, она находится в какой-то деревне, тут что-то взрывается. Вот здесь стоит 2 квестовых персонажа, вообще добавлено 20 новых квестов, за которые суммарно можно будет получить 1100 аризонокоинов. То есть, неплохой способ заработка. И, кстати, эти квесты можно будет проходить только с 10 уровня. Но я их сейчас проходить не буду, это потому что затянется на долгое время, лучше пройдем на одном из стримов. Так, тут еще какой-то стоит хранитель. Я задам тебе один вопрос, если ты отвечаешь правильно, то забираешь какое-нибудь вознаграждение. О, ну, в принципе, давай попробуем. Какого числа отмечается праздник? В ночь с 31 октября на 1 ноября. Я получил заколдованный камень. Что это такое вообще? Давайте посмотрим. Игровой ресурс заколдованный камень можно найти на шахте или купить, обменять на центральном рынке. Можно обменять на различные предметы в обменнике возле шахты. GPS, Хэллоуин, шахта. Я понял, окей. К ней мы тоже вернемся попозже. На сервер также добавили разные мероприятия, где можно получить вознаграждение и поменять их в дальнейшем на новые разные аксессуары, модификации и так далее. Но мне это мало интересно, поэтому мы приступаем к следующему. Я буду вам абсолютно честно говорить то, что мне нравится, а то, что не нравится. Пока что вроде все нормально. Квесты добавили, досуг тоже добавили на сервер. В принципе, он нужен. Можно также на стримах поучаствовать в мероприятиях, там порезвиться. Ну, короче, ничего в этом такого нету. Где у нас шахта? Я не пойму. А, вот она где. То есть сюда надо спуститься. Тоже где-то находится в ебенях. Ой-ой-ой, как хорошо. Ладно, я понял. Так, тут уже кто-то стоит, скупает всякие ресурсы для крафта, видимо, или для обмена на аксессуары. Вот вход в шахту, давайте сюда зайдем. Пещера какая-то, текстуры у меня мигают перед экраном. Людей тут достаточно много, я вам скажу. Все работают, изучают, что это такое. Паутины всякие. Ну, короче, здесь можно добывать новые ресурсы. Это как бы новая шахта. А вот у нас стоит лавка сувениров, кстати. Давайте сюда подбежим и посмотрим, что у нас здесь есть. Новые аксессуары, которые добавили. И насчет этого, я смотрел в обновлении, мне очень не понравилось камень неуязвимости. Это стало быть, что вас не могут там убить дольше и так далее. И камень пространства. Это, можно сказать, такой мини-телепорт, который позволит вам телепортироваться по карте сколько-то раз. Но вот на самом деле, я против таких вообще штучек, потому что это превращает сервер в РПГ. Ну, реально, может быть, как развлечение это прикольно, но не на РП сервере, друзья. Ну, реально, мне вот это вот вообще не понравилось. Еще, на мой взгляд, что добавили из крупного, так это новая организация под названием страховая компания. Там можно будет застраховать свои машины, дома и бизнесы. Она находится в Сан-Фьерро. Давайте сюда забежим. То есть, смотрите, допустим, страховое имущество. Здесь можно выбрать тип имущества, который вы хотите застраховать. Допустим, автомобиль. Далее, описание имущества. Я не знаю, вот можно выбрать свой транспорт. Тип страхования. Здесь есть два варианта. Страхование слета автомобиля и страхование повреждения автомобиля. Если ваша личная ТЭС взрывается, вам накладывают на нее штраф в размере 10% от стоимости автомобиля. То есть, насколько я понял, за Маверик будет штраф 3 миллиона, если вы его взорвете. То есть, это просто бешеные бабки. А на слет автомобиля, это если у вас автомобиль слетит, то здесь вам вернут либо 50% от ГОСКИ, либо 100% от ГОСКИ. Стоимость страховки 5600, 1% от стоимости автомобиля. Вы подали заявление на страхование имущества, номер заявления номер 18, ожидайте его рассмотрения. То есть, сотрудники этой организации должны его рассмотреть, заполнить все документы. Давайте удалим это заявление сейчас и попробуем лучше застраховать свой бизнес. Вот это самое интересное. Выбираем тип имущества. Бизнес, также можно выбрать дом, без разницы. Описание имущества. Автосалон люкс 222. Вот я хочу, допустим, получить 100% возмещения, если он у меня слетит случайно в ГОСКИ. Я до сих пор этого не понял, конечно, сколько это будет стоить. Допустим, я не знаю, вот один год выбираем. Оставить заявление. Сколько оно будет стоить? В томе страховки 86000. Ну, если честно, мне не очень понятно, как это все работает. Потому что мой салон, насколько вы знаете, Готабис, я сейчас к нему тпкнусь. Вот мой автосалон люкс-класса, который стоит 400000 Аризона Коинов. И если я его застрахую, как мне вообще вернут 50 или 100% от его стоимости? Потому что он продается не за верты, а как бы за донат. Или, может быть, на такие бизнесы это не распространяется? В общем, я не знаю, надо у кого-то спрашивать. Или, если вы знаете, можете написать в комментариях. Добавили также новый тип рулетки под названием Платинум. Где можно выбить новые уникальные автомобили? Давайте сейчас посмотрим, где она у нас вообще продается здесь. Так, вот Платиновая рулетка стоит 250 Аризона Коинов. Давайте я сейчас ее куплю. Все, я купил Платиновую рулетку. Теперь она у меня есть, по сути, в инвентаре. Ого, она здоровая! Офигеть! Ладно, давайте использовать. Тут у меня слот, конечно, такой себе. Обновить стоит 100 Аризона Коинов. Да ну нафиг. Ну, призы намного круче, конечно, чем золотой. Но давайте, короче, попробуем. Сейчас, прикиньте, с первого раза выпадет, не знаю, 450 АЗ. И я окуплюсь. Или Дюна какая-нибудь с буллетом. Ну да, конечно, таблетка адреналина. В честь этого в донате появился новый предмет Платиновый ящик. Давайте на него сейчас посмотрим. Донат открываем. Также заходим в раздел рулеток. И здесь вот у нас сундук платиновой рулетки, который стоит 10 тысяч Аризона Коинов. Ну или же можно его получить бесплатно, отыграв на сервере 360 часов. Добавили еще новый автосалон люкс-класса. Здесь давайте прочитаем информацию. В данном автосалоне вы можете купить авто люкс-класса. Также Mercedes, Audi, BMW, Chevrolet. Короче, новые тачки, которые добавили на сервер. Но минимальная их цена будет от 20 миллионов. Поэтому это, так сказать, автосалон для мажоров. В общем, они слетают каждые 4 часа. И здесь отображается, какая машина где слетит. Это на самом деле круто. Еще что прикольно, так это то, что добавили выставочные автомобили на центральный рынок. Которые стоят... Давайте посмотрим, сколько. Вот Mercedes, Geek, допустим. 14 тысяч Аризона Коинов стоит. Но у меня сейчас обычные машины отображаются, потому что модельки, гелика там, аудюх и так далее всяких, отображаются только с лаунчера. Я зашел с обычной сборки. Вот. Здесь также у них названия прикольные есть. Блин, а что? Круто, круто. Вот это мне нравится, реально. Вот здесь врать не буду. Также в крафт добавили новые предметы из SkinCG. В связи с этим, я думаю, что на какое-то время поднимется цена на леный хлопок. Кстати, можно будет потом чекнуть. Давайте посмотрим, что здесь вообще добавили. Нам нужно сейчас найти в одежду. Вот SkinCG, он не отображается здесь почему-то картинка. 74-й айдишник. Вот. На него нужно 100 хлопка, 80 льна, 15 золота и что это такое? Счастливая травка. Также здесь, по-моему, добавили новые украшения для дома, если я не ошибаюсь, хэллоуинские. Ну, что я могу по счету этого сказать? SkinCG на РП-сервере, мне кажется, существовать не должен. Это портит также РП-процесс, которого и так мало на серверах осталось. То есть, насчет этого я, опять же, против. Мне не нравится то, что ввели SkinCG. А так, в принципе, украшения для дома хэллоуинские это годно. Ну, а в дополнение ко всему этому, я хотел бы отметить то, что мне понравилось. Это если машина перевернулась, можно поднять ее с помощью домкрата, который можно купить в АЗС будет. И еще, чтобы теперь искать и выкапывать клады, вам нужна будет специальная лицензия, которую нужно будет купить в автошколе. Я думаю, за счет этого читеров на кладах должно стать меньше. На этом я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что видосик вам понравился и ваш лайк уже поставлен. Также пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось в новом обновлении. Я буду их все читать. И, конечно же, не забывайте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. С вами был Эрнесто. Всем до скорых встреч. Пока-пока.